Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас коротенькое видео по серии фидеров S-канал от компании FLAGMAN. Скажу сразу, что я хотел это видео сделать с полноценной серией, но люди просят хотя бы два фидерочка из этой серии показать. Ну вот решили показать, как подойдут 360-70, покажу его. Ну вот пока что оставшиеся два, 270 и 330. Люди берут их, покупают, отсюда вызван большой интерес к этим фидерам, поэтому хотя бы на двух этих модельках я расскажу вам о трех, в общем-то. И вы будете хотя бы иметь представление, что такое 360-70, ну а на словах я скажу, как их грузить. Минимальные тесты, максимальные, ну и так далее. Потому что, в принципе, этими фидерами я ловил, как они только вышли все. Значит, действительно бюджетный сегмент. Бюджетный, но неплохой, скажу сразу. Уголечек, 24 тонны, это бюджетный уголь, да, это вот тот уголь, который, вот тот минимум, на котором можно что-то удоваримое сделать. По этой же причине в этой серии, скорее всего, я предполагаю, не будет мощных фидеров, хэвиков, экстра хэвиков. Именно по этой же причине, что, скорее всего, они не смогут продаваться. Потому что из такого уголечка сделать мощный фидер, это можно, но он будет фактически веслом. Вот. В общем, начнем. По катушкодержателю. Простейший катушкодержатель, относительно надежный. То есть, были несколько нареканий на поломку вот этой гайки верхней, из-за того, но, скажем так, из-за того, что люди, видимо, затягивают очень сильно. А потом катушка закисает, залипает, утром, грубо говоря, затянули, днем с рыбалки вся в прикормке, в слизи и так далее. Все это закоксовалось, начинают вытаскивать, резьба разрывает, да, и здесь порывается вот эта гаечка. Поэтому суть такая, что просто не до упора затягиваете, да, и поломок не будет. В крайнем случае, во время рыбалки 2-3 раза подтянете, и будет все замечательно. Ну вот, опять открываю торец, и вижу, что, в общем-то, более-менее там закрыто. Но, скажем так, о том, что здесь как-то очень красиво, говорить не приходится, потому что здесь вот я даже вижу капли лака какие-то, подтеки, такое ощущение, что вот так вот кисточкой мазнули. Вот, но бюджет есть бюджет, здесь ничего не попишешь. Тем не менее, нагрузки на эти фидерочки небольшие, ну, я имею в виду на эти модели. Поэтому, скажем так, таких вот серьезных каких-то поломок мы не встречали в своей практике. Ну, давайте я тогда скажу, что еще. По матчевым кольцам, да, здесь матчевые стоят колечки, не всем это далеко нравится, но, тем не менее, вот они такие. Я думаю, возможно, их переделают все-таки на фидерные, но, опять же, сразу скажу, почему матчевые. Тут далеко ходить не надо, причина одна. Это именно тоже недорогой бюджетный уголечек, потому что, если на этот бланк поставить еще и фидерные колечки, их надо либо дорогие покупать, тогда они будут легкими, да, и бланк не испортит, да, стройник не испортит. Либо, соответственно, делать фидер из более дорогого угля. Ну, и, соответственно, дорогие кольца стоят здесь. Пошли другим путем, так как из дорогого угля фидер не сделать. Серия сама должна зайти в определенный ценовой сегмент. Ее сделали из 24-го угля, хоть как-то, чтобы это получилось более-менее нормально. Ну, в общем-то, по строю из этого уголечка, бюджетный фидерочек, он получился неплохим. Отсюда и матчевые кольца, чтобы, соответственно, не испортить окончательно весь бланк. По катушкам предполагается, что сюда будут стоять, грубо говоря, 3-4 тысячи катушки для ближнего боя, ближних дистанций. Сюда зацепляться ничего не будет, захлестов не будет. Я проверял, я стоял 4-х тысячную NXF, AXH, Pashimano. Ну, скажем так, я и маятником им бросал, и с плеча, и старался, наоборот, заломать этот фидерочек. Ну, вот, все хорошо пролетает, более-менее. Но, если хочется бросить уже подальше, скажем, заброс, то здесь уже начинаются удары плетни, лески в нижнее кольцо, ближний катушкодержатель, тем самым мы закрываем уже дистанцию. То есть, все медленно, ну, не можем хорошо и далеко бросить. Но, тем не менее, как вы понимаете, 2,7, 30, 30 и 360 не предполагает заброс, там, грубо говоря, на 80 метров. Поэтому это еще приемлемо. Пробка, обои, тоже среднего качества. Не могу сказать, что они плохие, нормальные. То есть, если периодически ловить, грубо говоря, раз в недельку на рыбалку выехать, да даже и чаще, и следить за ней, сразу снять полиэтилен этот, да, и смотреть, чтобы это особо под дождем не намокло и тому подобное, да, вытереть как-то, то прослужит, прослужит. Сколько не знаю, фидера, скажем так, недавно вышли, поэтому не могу сказать, сколько она прослужит. Но, скажем так, по такой же пробке на других моделях, фидерах, не только флагман, да, она поживут почти средняя. То есть, если ухаживать, будет жить долго. Если нет, то начнет рассыхаться и сыпться. Внизу материал раббор. Такая пробочка вставлена специально, чтобы, если удалять торцом комля, обо что-то, чтобы это хозяйство не сбилось совсем. Ну, в общем-то, этот материал, я уверен, даже учитывая, что им придется там где-то, может быть, человек будет там засовывать в рогатки, ударять, ну, там, на пол, на землю ставить, на камень, еще что-то, он прослужит дольше этой пробки, потому что этот сам материал, он достаточно, ну, очень надежный, достаточно, а очень надежный. Значит, дальше к каждому, к каждой модели идут в комплекте всего две вершинки. Опять же, это сигнал о удешевлении, чтобы максимально попасть в цену необходимую, минимальную, да? Ну, давайте помодельно. Значит, у нас здесь в руках 270 до 35 грамм, вершинки две, 0,5 единичка, обе вершинки карбоновые, с посадкой 2,2 мм, по колечкам. Не предполагается, опять же, что сюда пойдет очень какая-то толстая леска, там, да, 0,26 или еще какая-то, или 0,28 на основу. Предполагается, что это будет миниатюрно аккуратненькая плетеночка, либо, там, моночка 0,18, 0,22. Вот для этих целей эти вершинки подойдут. Если вы их ловите, допустим, на более толстой леске, шоком и так далее, будьте осторожны, что колечки все-таки не такие по диаметру пропускные, не такие крупные, поэтому все-таки шок-лидер здесь может ударяться. Поэтому оптимально тогда использовать, пускай не шок-лидер, если вы его для амортизации используете, да, то сделайте, ставьте фидергам, тогда это все будет пролетать и проблем здесь не будет. Вершинки по длине 51 см, расстояние от центра катушка-держателя до нижнего кольца 50 см, рукоять у нас 38 см, ну, соответственно, вес, давайте могу взвесить без вершинок, ну, чтобы побыстрее и полегче, без вершинок взвешиваем, так, все висит, 119 грамм, так, все убираем, чтобы было все аккуратненько, ну, сейчас разложим, посмотрим их, второй фидерочек у нас, это 330 до 50 грамм, давайте я его могу сразу вам взвесить, потом померяем, да, так, стоит, оп, 151 грамм, ну, имейте в виду, это без вершинок, ну, там минималка какая-то есть, это у нас трехчастник уже, расстояние, это, кстати, важный здесь момент, учитывая, что кольца матчевые, поэтому, в общем-то, расстояние для многих уже действительно существенное, не любую катушку поставишь, вот в чем дело, значит, от центра до нижнего кольца 55 см, и рукоять 39 см, но, учитывая, что 330 у нас длина и тест 50 грамм у этого фидерочка, вот это расстояние, ну, для 4000, да, но дальше уже нет, уже опасно, ну, опасно захлестами, ну, с учетом того, что все-таки матчевые кольца, они, в общем-то, такие, ну, относительно бюджетные, и, в общем-то, небольшие по диаметру внутреннему, по поводу вставки колец, вот здесь вот единственное, наверное, что я не смогу сказать, потому что я не знаю откуда, я понимаю эту модель матчевых колец, но она есть китайская, есть корейская, если такая китайская модель, что, скорее всего, да, которая выпущена в Китае, более бюджетная, скажем так, то сюда не рекомендуется вытягивать кормушку, пока она не вышла, не всплыла, да, из толщи воды прямым тягом, именно подмоткой, вот выкачиваете раз, подмотали, выкачали, подмотали, вышла она уже на поверхность воды, и дальше уже можете напрямую мотать, почему? Потому что на плетне, особенно четырехжилки, тонкой четырехжилки, колечки на втором колене могут пропилиться, поэтому будьте в этом отношении аккуратны. Ну, вершинки здесь тоже 2,2 посадка, две штуки, 0,75 и полторашка, тоже карбон. Так, здесь вот у нас бирочки у флагмана какие-то, что это там супер, супер модульность карбона и все остальное, ну, понятно, что это больше имиджевые вещи, поэтому, скажем так, каких-то из карбона выжили все, что только можно, поэтому здесь в твоем бюджетном фидере никакого там нанотехнологии нет, это достаточно бюджетный обычный уголечек и был обычный препрек до его изготовления. В общем, давайте мы раскладываем, да, трясем, нагружаем, смотрим. Так, нагружаем, разложили, ну и нагружаем. Значит, первым пойдет у нас 270-й. Вот, смотрите, по расположению колец, очень легкий, палочка невесомая, ну, как бюджетный пикерочек, light feeder, ну, прекрасно. По строю, кстати, тоже ничего плохого сказать не могу, но это так же, как и короткие махи, их очень тяжело сделать плохими. Ну, вот, смотрите, прогрессивненький такой строй. Нагружаем. Вот я вам специально свою руку показываю. Вот второй. Видите как, то есть вязать он будет прекрасно. Карпа, карася, плотвичку. Значит, теперь по максимально-минимальным весам. Тут вершинки 0,5 единичка, повторюсь, да, от 16 грамм он уже прекрасно кидает, даже, я бы сказал, 10 грамм плюс корм кидает, если кто такими ловит. Вот, но здесь момент такой. При ветровом течении меньше 10 грамм он тоже бросит, но он не будет держать. То есть кормушка 7 грамм, допустим, да, или там 9 грамм, когда вот это мои тесты уже, и не только мои, кстати говоря, мы вот с людьми достаточно серьезного уровня тестировали, то есть смотрели, ну, ловили, смотрели этими фидерочками, смотрели. То есть за счет вершинки она хоть и 0,5, и нежненькая, но не настолько, чтобы не подтягивать такие легкие кормушечки. Поэтому, как я сказал, где-то от 14 грамм и до 28 грамм средней кормоемкости – это вот его. Теперь 330 у нас тест до 50 грамм. Опять же смотрим, но уже потяжелее в руках лежит. Ну, для 330 вот мне лично не очень нравится такая вот разболтанность от комля, если второе, третье, ну, то есть второе, третье кольцо вот в этом месте. Видите, вот он раз и никак не может остановиться, понимаете, да? То есть здесь нужно либо технику, при том, имейте в виду, эта вершинка у нас жесткая стоит. То есть если я сюда мягкую вершинку бы поставил, ту, которая максимально мягкая, да, то есть она бы болталась еще больше. И сама на себя может захлестывать за тюльпан при забросе. То есть вот эти паразитные колебания, они остаются. Видите, вот я даже сейчас руку вам, видите, я как держу, как положено, что называется, да, вот раз, и даже не торможу ничего. Вот он сам болтает его. И это болтание идет от как раз нижней середины, если можно так сказать, то есть именно от ближней к комлю части бланка. Ну, соответственно, это сказывается недорогой уголечек на этом. Но опять же, если приноровиться, да, и бросать, скажем так, ну, я покажу, если кому интересно, пишите, я расскажу, как правильно бросать, чтобы не было захлестов. Вот, если приноровиться бросать, то, соответственно, перехлестов не будет. По весу, да, то есть точность также где-то от 14 грамм он бросает и до 42 грамм. То есть за счет вот этого, здесь какой момент еще очень многие спрашивают, и я это подозревал, пока не начал ловить, да, вот о чем. Если его перегружать с легкой, мягкой вершинкой, то за счет вот этих паразитных колебаний, да, вот что его колбасит, видите, после раз, вот я забросил, вот его колбасит. Вот, то есть за счет этих паразитных колебаний он может на себя, вершинка на себя, может набрасывать плетенку, леску, да, соответственно, это при перегрузе многократно возрастает. Нагружаем. Ну и по строю, видите, он похожий, да, похожий. Также в плане вязать, в плане бросковости, все здесь хорошо. И имейте в виду, вот это еще паразитка такая, да, она может сказываться на точности. Но, как бы, здесь вроде бы, если рабалов более-менее опытный, то там, грубо говоря, до 30 метров, я думаю, проблем не составит даже с такой паразиткой достаточно точно попасть. Господа, ну вот мы посмотрели, понагружали, увидели. Я думаю, что, во всяком случае, у кого были белые пятна в плане информации об этих фейдерах, теперь они исчезли. Ну, жаль, что не от 360 до 70, ну что же делать, не ждать же там полгода, и неизвестно, главное, когда они появятся, и появятся ли именно в этой модификации, как сейчас. Потому что, может быть, их переделают, и будет уже новый обзор о совершенно новых моделях. Поэтому, что сказать, как всегда в конце о чехле, бюджетный, дешевенький чехол, с не очень качественными строчками, который может здесь порваться достаточно быстро, но вот такая тряпочка, которая, в общем-то, наверное, ничего не стоит, уже с дырочками от пробитой иглы машинки, кто шил. Ну, китайцы шили, да? В целом, могу сказать, что фейдера для своего класса и для своих денег неплохие. Предполагается, что нагрузка на них будет небольшой. Поэтому, в общем-то, да. Кстати, еще один момент. Обязательно посмотрите мое видео. Вот были два о том, как проверять фейдер перед покупкой. На канале есть это видео, потому что много поломок, и много брака именно люди не замечают, а главное, ломаются, пропиливаются колено от того, что они не понимают. Вот здесь вот я взял на обзор как раз эти фейдера, и вот я вам сейчас сфотографирую на белом листе бумаги. Как раз здесь лак, вот здесь вот в торце этого колена лак, и вот эти подтеки острейшие лака с двух сторон, вот так по кругу идут, они выходят за шпигот сам. Соответственно, когда одевается... Где там у нас второй колен? Когда одевается сюда, вставляется коленца, то внутри он начинает здесь подпиливать это место. Ну и, соответственно, вот здесь у вас через рано или поздно, ну, как правило, это рано происходит, каждый вот такой прокрут, когда вы снимаете и вытаскиваете, вы постоянно подпиливаете это место с внутренней стороны. Внешне не видно, но внутри идут подпилы, и, соответственно, поломка будет здесь. То есть вот далеко ходить не надо, вот он этот фидер, вот это место, которое нужно обязательно снять фаску ножичком. Поэтому, кому интересно, на что еще обращать внимание, пожалуйста, посмотрите видео на канале, где я объясняю, как проверять фидера перед покупкой, чтобы не попасть на какие-то косячки. Вот, посмотрите, про что я говорю, видите? Заусенцы какие. Вот все вот это будет подпиливать колено. С внутренней стороны. Вот это все надо защищать. И у многих фидеров такое. А потом люди не знают, от чего сломалось колено. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на социальные сети. Обязательно ставьте лайки. Это моя к вам просьба, если я просто по ним вижу, кому нравится, кому заходит, как говорится, мои видео. И это мне греет душу, действительно, потому что мне приятно делать добро, и мне приятно, когда мне говорят спасибо. Поэтому я делаю свое дело честно. Надеюсь, что вы это оцените. В плане подписки на канале то же самое. Здесь, скажем так, такой взаимообмен наш. Потому что сейчас проходят акции. Сальма, фидер концепт, дайва, блокхолл, блоки джон. Впереди еще много акций. Люди уже получают запчасти бесплатно. То есть по акции. Кто у нас купил удилище? Две запчасти в год. Имеет право получить на любой фидер. Даже если он сломал по собственной весне, абсолютно бесплатно. В период проведения акции. Второй момент. Бессрочная гарантия на заводской брак. Бессрочная. Имейте это в виду. То есть от нашего магазина, мы официальный магазин. Флагман к продукции. Флагман, который представляет продукцию. Карпро, Азура, Флагман. И мы от своего магазина даем вам гарантию бессрочно на заводской брак. На все удилища, купленные у нас в магазине. Поэтому подписывайтесь на соцсети. Вы будете обеспечены запасными частями. И соответственно обеспечены гарантией на весь срок службы удилищ на заводской брак. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok